Вот он, тот самый нейтронный телескоп Лэнд, точнее его копия, который обнаружил на Луне воду. Именно за разработку этого прибора молодые ученые из Института космических исследований Антон Санин и Максим Макроусов получили премию президента. За разработку уникального космического нейтронного детектора Лэнд и получение с его помощью новых результатов в изучении Луны премия президента Российской Федерации вручается Антону Борисовичу Санину. Сегодня космонавтика – одно из самых важных направлений не просто технологической модернизации, это взгляд России в будущее. Я действительно считаю, что это на самом деле очень важная тема, даже с точки зрения, знаете, такой все-таки важной вещи, как наши научные амбиции. Потому что если у нас их не будет совсем, то, скорее всего, мы просто деградируем и будем отброшены на обочину научной жизни, а в конечном счете будем отброшены на периферию развития технологического. Как и все гениальное принцип работы Лэнда Прост – он улавливает поток нейтронов, исходящих от поверхности Луны. Именно эти частицы и должны были подсказать, есть ли лед, где и в каких количествах. С точки зрения физики, он, конечно, простое устройство. Не очень простой в смысле электроники и материалов, которые там использованы. Но работает он просто, это простой детектор нейтронов. Нейтроны водой задерживаются, они замедляются и как бы иногда просто совсем задерживаются. Вот и чем их меньше, тем, собственно, воды больше. Еще пару лет назад, когда Лэнд отправляли в космос, были большие сомнения. Вряд ли на мертвой поверхности Луны можно обнаружить воду. И вдруг такое открытие – лед на Луне. А значит, и строительство базы вполне реально. Ведь это решает многое – питание, кислород. Более того, водород можно использовать как топливо для ракет. Наши измерения, на самом деле, это измерения, наглубленные до полутора метров. То есть глубоко копать не надо. Бегалит немножко прикрывает, это такая изолирующая прокладка. А под ним уже нормальный, связанный лед. Скорее всего, плацдармом, где и начнется грандиозная стройка, будет южное полушарие. По данным Лэнда, здесь наибольший запас льда. Проекты лунной базы все чаще обсуждаются и в мировом сообществе. Конечно, это дорогое удовольствие. И осваивать естественный спутник Земли лучше в кооперации. Роскосмос уже активно участвует в лунных проектах. В 2013 и 2014 годах планируется запустить космические аппараты «Лунаглоб» и «Лунаресурс». Роскосмос вплотную занимается этими проектами. И занимается прежде всего в взаимодействии с Российской Академией наук, с Институтом космических исследований. Есть проекты совместные с Индией, «Лунаглоб» и другие. Все они направлены на то, чтобы постепенно приближать тот момент, когда можно будет не просто высадиться на Луну, но и там работать. Луна землянам необходима, как второй дом. Там можно будет разместить телескопы и вести наблюдение непрерывно. На Земле этому мешает атмосфера. На Луне неисчерпаемые ресурсы энергии. Конечно, природные ресурсы на Луне – редкие элементы, какие-то особые, редкие металлы. Это, безусловно, то, что представляет стратегический интерес. И, возможно, благодаря исследованиям Луны мы наконец-то узнаем, как возникла жизнь на Земле. Субтитры создавал DimaTorzok